С вами ТОП ХАЙП и сегодня я покажу вам самую опасную женщину в мире и еще кучу всего интересного. Погнали! Когда мы думаем о мафиозных кланах и тех, кто ими управляет, в первую очередь возникают образы авторитетов мужчин. Но бывает и такое, что кланами управляют женщины. Один из таких примеров Мария Личарди, которая управляла кланом преступной группировки Личарди в Неаполе. Ее считали одной из самых влиятельных и опасных боссов неаполитанской мафии на протяжении многих лет. С ранних лет она проявляла выдающиеся лидерские качества, что в дальнейшем способствовало ее быстрому восхождению по иерархической лестнице неаполитанской мафии. Этому способствовало и почти полное отсутствие эмпатии и сострадания. Личарди была связана с убийствами, вымогательством и торговлей запрещенными веществами. Более того, ее связывают с торговлей людьми, ее подчиненные покупали людей у албанской мафии, привозили их в Неаполе, там они попадали в рабство. Тех, кто не мог выполнять работу, начинал жаловаться или пытался сбежать, тут же устраняли по приказу Личарди. Способность Марии манипулировать людьми, а также ее талант в создании союзов, делали ее опасной соперницей для любого другого криминального авторитета. С ней приходилось считаться. Она выявила с враждебными группировками и однажды устроила целую войну с большим количеством жертв, а также занималась мошенничеством, махинациями и незаконными аукционами. Но сейчас ее соперники могут спать спокойно. Мария уже несколько лет находится под стражей. Прямо как эта женщина, которую пришлось связать цепями в зале суда, чтобы она никому не навредила. Однако это не помогло. По словам автора снимка, женщина начала бушевать, устроила настоящий хаос и смогла зацепить несколько полицейских в приступе гнева. После такого все в зале суда стали называть ее самой опасной женщиной в мире на тот день. Но на самом деле в такое верится с трудом. Куда больше на такой грозный титул претендует Энедина Орельяно Феликс. Женщина, стоящая во главе тихуанского картеля в Мексике. Он считается одним из самых известных, могущественных и опасных за всю историю. Картель продолжает функционировать и работать сейчас. Он расширяет свое присутствие на международном уровне. И во многом это заслуга именно Энедины. Изначально она пользовалась своим бухгалтерским образованием. Занималась отмыванием денег в картеле и не входила в число главарей. Все изменилось в 2008, когда арестовали ее брата, тогдашнего главу картеля. Энедина заняла его место. Начала использовать множество оригинальных и действенных схем по отмыванию денег, а также по распространению запрещенки. Агенты, занимающиеся расследованием ее дела и изучением картеля, называют Энедину финансовым центром и главным мозгом тихуанского картеля. Под предводительством Энедины картель занимается и другими преступлениями. От взяточничества и заказных убийств до похищений и рэкета. В состав картеля входит около тысяч бойцов, и каждый из них без колебаний кого-нибудь похитит или прикончит, если того пожелает Энедина. Она все еще находится на свободе, поэтому представляет большую опасность. Ее опасаются даже власти США и Мексики. В то же время Энедина не творит сплошную жесть. Она старается решать вопросы мирным путем и переговорами, но расслабляться с ней все равно не нужно. Однако в истории были дамы куда серьезнее и опаснее. Например, Джен Ши. Эту китаянку называют самой успешной пираткой в истории. А некоторые утверждают, что она уделала и всех мужчин-пиратов. Это говорит о многом. В начале 19 века она вышла замуж за пирата Джен И, который скончался через несколько лет, оставив всю свою флотилию жене. На тот момент это было около 400 кораблей. Джен Ши значительно приумноживала флот и не только. На своем пике она командовала флотом из 1800 кораблей и лодок. Ей подчинялось 80 тысяч бандитов и пиратов. А сама Джен держала под контролем все Южно-Китайское море. Контролировать столько территорий и людей непросто, но у Джен Ши это получилось. В том числе из-за очень строгого кодекса правил, которые она сама разработала. Согласно ее кодексу, любой пират, который не выполнял приказ и пытался самовольно отдавать команды, немедленно казнился. За самовольную отлучку судна можно было остаться без уха, а за применение силы к пленным женщинам без жизни. Также очень строго каралось воровство из общей казны. Флотилия Джен Ши контролировала все морское побережье, грабила торговые корабли, замалодан с поселений и держала всех вокруг в страхе. Как думаете, как умерла такая опасная женщина? Может ее уничтожили в бою правительственные силы или предали свои же подчиненные? На самом деле она скончалась очень мирно и в пожилом возрасте. В какой-то момент флотилия Джен стала сдавать обороты. Инициатива переходила к властям, поэтому Джен вовремя пошла на сотрудничество с китайским правительством. Она сдалась властям, капитулировала, а те в обмен на это амнистировали ее и других, кто сдался добровольно. Джен Ши завязала с пиратством, ушла в отставку и стала содержать гостиницу с игорным домом до самой смерти. Перенесемся еще дальше в прошлое. В 17 век, когда жила Елизавета Батори. Это венгерская аристократка и богатейшая дама высшего света в Венгрии своего времени. Казалось бы, она вообще никак не подходит для этого выпуска, но нет, на самом деле она более чем подходит. Более того, она будет поопаснее даже главной пиратки всех времен или главы наркокартеля, потому что Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств. Считается, что эта хрупкая леди совершила более 600 убийств, а некоторые и вовсе пишут про 2000 жертв. И хотя точное число жертв неизвестно, нет никаких сомнений, что жертв было много. Согласно одной легенде, Батори была разочарована отношениями с мужчинами, а также была одержима идеей сохранить вечную молодость. С этой целью она начала устраивать жестокие ритуалы с участием девушек. Как правило, жертвами графини становились местные крестьянки, которых заманивали в замок под предложением хорошо оплачиваемой работы. Вдобавок, в имение Батори приезжали аристократки, дочери дворян и прочие знать с целью обучения придворному этикету. На деле все они ехали навстречу своей смерти. Батори захватывала их в плен, после чего расправлялась с ними и пила их кровь. Она считала, что кровь жертв поможет ей оставаться красивой и вечно молодой. Существует несколько теорий насчет того, почему Елизавета была такой жестокой, ненормальной и безумной, но вдаваться в них не будем. Скажу лишь, что ее злодеяния вскрылись и Елизавету арестовали. Ее заключили в комнату в ее же замке и замуровали, оставив лишь небольшие отверстия для вентиляции и подачи пищи. Здесь Батори пробыла вплоть до своей смерти. Хотя есть другая версия, согласно которой Батори провела остаток жизни под обычным домашним арестом, имея право свободно перемещаться по большому замку. От карманницы до огромной преступной империи. Как-то так называлась бы автобиография следующей женщины из этой подборки, Грисель де Бланко. Эта колумбийка встала на криминальный путь еще в детстве, когда начала шарить по чужим карманам и воровать вещи. Но это ничто по сравнению с тем, чем она занималась в 70-х и 80-х. Под контролем известного медельинского картеля она занималась торговлей запрещенными веществами. Ее считают одним из первопроходцев в деле торговли кокусом. Считается, что Бланко одна из первых осознала его потенциал и начала активно им торговать. Грисель де Бланко лично расправлялась со многими своими врагами, причем нередко делала это жестоко. По самым скромным подсчетам на ее совести, загублены жизни 200 человек. В реальности же все, скорее всего, куда масштабнее. У нее были очень масштабные финансы. На пике нелегальный бизнес приносил Бланко около 80 миллионов долларов, а в общей сложности она заработала несколько миллиардов. Некоторые называют ее женской версией Пабло Эскобара, и не зря. Хотя сходств у них действительно много, разве что жизнь у них закончилась по-разному. Если Эскобара ликвидировали полицейские, то Брисель де наемный убийца. Когда смотришь на фотографию этой старушки, веришь во что угодно, но точно не в то, что перед нами одна из самых опасных женщин за всю историю. Это Анни Ди Пиштонья, она же баба Ануйка. И вот эта сербско-румынская бабуля, рекордсмен в двух категориях. Самая старая серийная убийца и, возможно, самая безжалостная, ведь на ее совести 150 загубленных жизней. Она начала орудовать, когда ей было за 50, и продолжала это делать до 90 лет. Баба Ануйка позиционировала себя как знахарка и целительница. При ее доме была лаборатория, в которой она выращивала разные травы. К Ануйке приходили разные люди с различными проблемами. И старушка обещала им, что все наладится, если они купят у нее особые зелья, отвары и настойки. Именно с помощью них она и убивала невинных людей. Вместо целебного лекарства и страфа она выдавала клиентам ядовитые смеси. Чаще всего в составе был мышьяк. Токсины в зельях были в небольшом количестве, поэтому их трудно было обнаружить. Причину смерти жертв было сложно установить, из-за чего сербка промышляла криминалом на протяжении долгих десятилетий, без всяких подозрений. Основными жертвами самой опасной старушки в мире были молодые парни. Их жены покупали у Ануйке любовные зелья, чтобы с их помощью исправить проблемы в браке. Мужья выпивали ядовитую смесь и умирали примерно через неделю. Получается, баба Ануйка даже не знала в лицо многих своих жертв. Безумно в этой истории еще и то, что она отлично зарабатывала на своих токсичных снадобьях. Стоили они недешево, так что по сути женщина отлично наживалась на смертях людей. В конечном итоге правда вскрылась. В возрасте 90 лет отравительницу арестовали и приговорили к 15 годам тюрьмы. Правда, в итоге отсидела она всего 8 лет. Ее освободили из-за преклонного возраста. А в возрасте 100 лет она умерла в своем доме. Это еще одна женщина-мафиози, которую бесспорно можно назвать опасной. Розетта Кутола создала вместе со своим братом Рафаэлем преступную группировку Нового Камора, которая должна была стать преемницей неаполитанской мафии. В основном Рафаэль был за решеткой, поэтому она была единственным человеком, кому он мог передавать дальнейшие инструкции по управлению общим бизнесом. Розетта по сути стала боссом криминального бизнеса. Бела дела эффективно и жестко, что позволило ей накопить солидный капитал. Она владела целым дворцом, в котором был бассейн, теннисный корт, парк на территории и 50 комнат. Хотя по другой версии комнат было 365. По одной на каждый день года Розетта имела связи с южноамериканскими наркобаронами, едва не взорвала штаб-квартиру полиции и участвовала в совещаниях высокого уровня с представителями сицилийских кланов. Когда полицейские начали охотиться за ней, она пустилась в бега. Не появлялась на публике более 10 лет и руководила своей группировкой секретно. Интересно, что в итоге Розетта сдалась полиции, и сама заявив, что устала бегать и прятаться. Приговор вышел достаточно скромным. Розетта назначили срок в 5 лет, что совсем немного, учитывая ее криминальное прошлое. На этот раз никакой торговли запрещенкой или серийных убийств. Блонды специализировались на похищениях и кражах. При этом всех их было очень трудно принять за преступниц. Девушки имели хорошее образование, знали несколько иностранных языков, тщательно следили за внешностью и одеждой, и, в общем, старались быть максимально непохожими на преступниц. Блондинки выбрали оригинальный вид разбоя. Они знакомились с богатыми посетительницами торговых центров в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Вели их до машины на парковке, после чего приставляли к голове пистолет и велели не шуметь. У жертвы забирали наличку или кредитки и выпрашивали пароль. С жертвой не расправлялись, но и не отпускали. Потерпевшая сидела в машине. Одна или несколько преступниц следили за ней, все остальные опустошали кредитки в банкоматах и тут же приобретали понравившиеся вещи в дорогих бутиках. Когда деньги заканчивались, жертву отпускали, а сами блонды скрывались. Всего девушки развели таким образом более 50 человек. Однажды им удалось заполучить почти 10 тысяч долларов, которые они тут же спустили в магазинах электроники и брендовой одежды. Что интересно, девушки грабили таким образом только иностранок и только блондинок, как они сами, выбирая максимально похожих на себя жертв. Это лишь сильнее путало следствие. Схема оказалась эффективной. Банда держалась на плаву около 3-4 лет, но частично развалилась, когда полицейские арестовали предполагаемого лидера преступной организации и одну из грабительниц. Но этой грабительнице еще повезло. Ее посадили в женскую тюрьму, а ведь могли посадить и в мужскую, к осужденным мужикам. Да, бывает и такое. Вам когда-нибудь приходила в голову идея о совместных тюрьмах? То есть о тех, где будут содержаться одновременно и мужчины, и женщины? Я раньше о таком и не думал, но оказывается, что такие тюрьмы бывают. Не везде, конечно, но тем не менее. У них есть как свои очевидные плюсы, так и бросающиеся в глаза недостатки, о которых я вам сейчас расскажу. Начнем с того, что подобные тюрьмы обычно не славятся излишней жестокостью или неописуемыми масштабами. Это что-то среднее, если брать по меркам устройств колонии. И самый главный плюс того, что в одном месте содержится как мужчина, так и женщина. Это шанс на переосмысление. Объясню на банальном примере. Есть мужчина, и он преступник, который оказался за решеткой. Например, его посадили за нападение на девушку. Это говорит о том, что он и его бандитская группировка, если такая существует, думают, что это вполне нормально и естественно. Якобы на прекрасный пол наплевать, да и вообще не такой он прекрасный на самом деле. Но тут в тюрьме этот человек встречает девушку, которая, например, когда-то в прошлом сама стала жертвой подобного нападения. Именно из-за этого случая жизнь не сделала ее сильнее, наоборот, сломала. Их общение завяжется на любой из общих тем, но уже скоро приведет к тому, что каждый из них начнет переосмыслять свое бытие. Возможно, мужчина поймет, насколько серьезную ошибку он допустил и изменится в хорошую сторону. А девушка поговорит с тем, кто был виновником такого бардака в ее голове и тоже взглянет на ситуацию с другой стороны. Подобные связи между мужчиной и женщиной могут работать немного в ином направлении. Допустим, мужчина был и остается мошенником, даже находясь в заключении. Девушка же, с которой он будет общаться на свободе, продавала запрещенные вещества. В таком случае их объединяет что-то одно, но каждый из них смотрит на это со своей колокольни. Они могут обмениваться взглядами, заставлять второго человека узнать, что он способен и на нечто другое, на что-то большее. В таком случае они могут получить четкое представление о сфере, в которой им было бы интересно развиваться за пределами тюрьмы. И нет, речь идет не о новых преступных делах, а о вполне нормальной деятельности. И третий, я бы сказал, неотъемлемый пункт – это контрабанда. Особенно она распространена там, где товары или какие-либо услуги находятся в дефиците. То есть речь идет снова про тюрьмы. Вот только если в одном месте будут находиться и мужчины, и женщины. Даже такая базовая вещь может стать для многих в новинку. Например, мужчины будут ценить табак превыше всего. Женщины, в свою очередь, отдадут приоритет каким-нибудь предметам личной гигиены. Это позволит создать новые связи и отношения, а также позволит переосмыслить что-то, научиться находить компромиссы и побеждать свое эго. И заключительные мысли по поводу совместных тюрем. К превеликому сожалению, в этих местах есть место и харассменту. Вдобавок, в таких тюрьмах будут и такие случаи, когда заключенные будут встречать трансгендеров. Но как быть управляющим? Идти на поводу заключенного и относить его к тому полу, к которому он себя причисляет, или ориентироваться на паспорт и не делать поблажек? Как бы то ни было, появится харассмент, ведь лишь ничтожно малое количество людей разделяет такую, скажем так, свободную, независимую позицию. Из-за этого в совместных тюрьмах будет куда большее количество бунтов, конфликтов или массовых драк. А вот где, как мне кажется, драка в Астане может быть меньше всего, так это в тюрьме под названием Черный Дельпин. Не знаю, как у вас, но у меня от сочетания двух этих слов уже по коже бегут мурашки. Что забавно, слова-то ведь совершенно безобидные, правда? Но когда ты знаешь, к чему они относятся, внутри что-то дергают? Итак, Черный Дельфин – это суровейшая тюрьма России, которая известна во всем мире. Своё оригинальное название она получила по воле случая, совершенно спонтанно. Когда-то, в конце 20 века, туда привезли очередного заключенного, приговоренного к смертной казни. Владимир, так звали этого человека, вместе со своими сокамерниками, в порядке творческой инициативы, извояли дельфинов, техники папье-машеи, покрасили черной краской. Единственная, которая нашлась на тот момент в колонии. Тюремная администрация и подделка пришлась по вкусу, её установили во дворе, позже превратив в фонтан и дав такое название всему комплексу. Однако не стоит думать, что столь поэтическое название означает лёгкие условия обитания и хорошее отношение к заключённым. По иронии судьбы, всё с точностью до наоборот. Это то место, где преступники круглые сутки находятся под пристальным контролем. Наручники с них снимают, по сути, только в их камерах. Обычно заключённые сидят в одиночных камерах, но иногда встречаются групповые для двух-четырёх человек. Все люди там находятся за тяжёлой металлической дверью, за которой есть ещё одна дополнительная решётка. Внутри каждой камеры установлена система видеонаблюдения, а также горит искусственный свет, чтобы преступник не мог сбежать даже в тёмное время суток. Когда заключённого выводят из камеры, его сопровождают несколько надзирателей и тренированная собака. Это нужно, чтобы исключить возможность бунта или даже отдельного маленького нападения. Также, если верить источникам, пока заключённых ведут до той или иной точки, у них всегда завязаны глаза. Это нужно, чтобы им не удалось запомнить маршрут, и они не продумали план побега. Вместе с этим, каждого преступника осматривают по несколько раз за день на предмет контрабанды. Кроме того, их ежедневно осматривают врачи в санитарной части. Делается это не для заботы об их здоровье, а для того, чтобы исключить случай самоубийства. Неудивительно, что это место является одним из самых надёжных во всём мире, ведь пока тех, кому удавалось отсюда сбежать, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но не менее жутко находиться за решёткой и в других странах, например, в Бразилии. У них была тюрьма Карандиру, одна из самых крупных во всей Южной Америке. Прославилась, в кавычках, она за тот ужас, который в ней творился. За множество массовых восстаний и буквально адские условия, с которыми никто ничего не мог поделать. К счастью для всех, данная тюрьма уже снесена, на её месте разбили парк, но тем не менее история помнит о том, что в ней творилось. В 90-х годах минувшего века ситуация с преступностью в тех краях была куда ярче и напряжённее, чем она выглядит сегодня. И это не может не пугать. Ведь даже в наше время в Бразилии за решёткой содержат порядка 600 тысяч человек, при этом камер вдвое меньше. А то, насколько ужасно всё было в прошлом, наглядно демонстрирует история 1992 года. Именно на эту печально известную дату пришёлся один из главных бунтов во всём мире. На тот момент в тюрьме, рассчитанной на 4 тысячи человек, осуждённых содержалось примерно в два, то и три раза больше. 2 октября драка между двумя заключёнными переросла в массовые беспорядки. Обычно они устранялись довольно оперативно, но только не в тот раз. Ситуация приобрела невероятный масштаб. Подавление в оставших длилось более трёх часов. Думать о том, как выглядела вся эта бойня, просто невыносимо. В ней участвовало более трёхсот сотрудников полиции. При этом узники не сдавались, а лишь подпитывались этой агрессией и несправедливостью. Ну, как бы они ни старались поразить людей в форме, им не удалось. Эта история унесла сотни жизней. Людинная доля из которых была совершенно не виновата в произошедшем, они просто случайно попали под раздачу. И это учитывая даже то, что до бунта находиться в таких условиях было практически нереально. Мало того, что там постоянно была давка, так ещё и каждый пятый заключённый был чем-то заражён. Предлагаю немного перевести дух и взглянуть на тюрьму, как я её называю, из альтернативной вселенной. Она находится в Норвегии и просто ломает все стереотипы и правила, которые у нас сформировались насчёт таких мест. Тюрьма под названием Бастой находится на острове размером в 2,5 квадратных километра. Здесь живёт около сотни заключённых, за которыми постоянно наблюдают примерно 70 охранников. Однако это далеко не карандиру или чёрный дельфин, а место, в котором для каждой группы преступников выделен отдельный коттедж. У них в нём своя комната, тёплый душ и уютный туалет. Ещё есть своя кухня, на которой они даже могут готовить. Заключённым положено выходить за продуктами. Ежемесячно государство выплачивает им по 90 евро, чего вполне хватает на такие закупки. Заключённые также зарабатывают примерно 8 евро в день на различных работах, включая выращивание продуктов питания, уход за лошадьми, ремонт велосипедов, работу по дереву или обслуживание объектов острова. Если преступники хорошо будут себя вести, не будут буянить и научиться соблюдать режим, после выхода из тюрьмы им станет доступно любое образование в их стране, которое они пожелают, причём за счёт государства. Также у здешних, не побоюсь этого слова, туристов, есть право на верховую езду, игру в теннис, рыбалку или пляжный отдых. Кажется, что это полный абсурд и небылица. Нельзя же так относиться к тем, кто совершал тяжкие не очень преступления. А вот статистика говорит совершенно об обратном. Всего 16% заключённых тюрьмы Бастой совершают повторные преступления, а в среднем по Европе эта цифра равняется 70%. При этом тюрьма Бастой считается одной из самых дешёвых тюрьм Норвегии. Местное правительство убеждено, что люди, которые совершают преступления, могут жить так же, как и прежде, но без возможности передвигаться и путешествовать. По мнению высших органов, это самая действенная мера наказания. В то время как в одних тюрьмах люди живут в отдельных коттеджах, где-то на всю тюрьму приходится меньшая площадь, чем одна из комнат такого коттеджа. Я сейчас говорю про исправительное учреждение на острове Сарк. В нём могут отбывать наказание максимум двое заключённых одновременно. Аккуратное каменное здание состоит из двух камер. Одна 1,8 на 1,8 метров, другая чуть просторнее 1,8 на 2,4 метра. В комнатушках нет окон, только кровати с жёстким матрасом. Камера разделяет коридор метровой ширины и, собственно, всё. На той тюрьме из Норвегии шикарные исправительные комплексы не заканчиваются. Взгляните, например, на этот. Если бы я проходил мимо него, то я бы на 100% был уверен, что это не тюрьма вовсе, а какой-нибудь бизнес-центр. Обстановка внутри на уровне. Вокруг прозрачные стёкла. Покруче, чем рабочее место у многих людей. Причём строительство такого чуда завершили аж в далёком 2004-м. По всему его периметру написано, все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. И все лица, лишённые свободы, должны пользоваться гуманным обращением и уважением достоинства присущего личности человека. Не знаю, насколько это действительно так, но в австрийском Лео Бене считают именно таким образом. В камерах возвели балконы, а внутри сделали милый дворик и открытые зоны. У преступников есть возможность поиграть в настольный теннис в одном из дворов, заняться спортом, почитать книгу или просто посидеть и насладиться жизнью. Многие скажут, что это скорее тюрьма для провинившихся белых воротничков. Однако в ней содержатся и ждут суда даже особо жестокие преступники. Бывает такое. Представьте, насколько воля случая может наказать или наоборот поощрить преступника. Одни попадают в Лео Бен и живут лучше, чем постояльцы некоторых отелей, а другие прибывают в Банг-Банг, место с одним из худших условий содержания на всем белом свете. Эта тюрьма находится в Таиланде, в 11 километрах от Бангкока, а её история началась в 30-х годах прошлого века. Местные романтично называют это место Большим Тигром, ведь тюрьма, подобно хищному животному, хватает заключенных и никогда их не выпускает из своей пасти. Само здание поделено на 13 секций с 6-метровыми стенами, которые венчают колючая проволока. Стены уходят на метр под землю и означены проводами высокого напряжения, на случай подкопа. Заключенные могут общаться с посетителями через две решетки, установленные на расстоянии метра друг от друга, что делает нормальное общение невозможным. Изначально это место рассчитывалось на пару тысяч человек, но подобной истории с бразильской тюрьмой на нормы всем было наплевать. Сегодня там содержится примерно в 3-4 раза больше людей. В одной камере размером 6 на 4 метра выживают до трех десятков заключенных. Просто представьте эти адские условия. Тусклая лампочка под потолком горит круглые сутки, кровати нет, а в туалет не пускают. Его заменяют одно крошечное ведро в углу камеры. При этом канализации в тюрьме тоже не наблюдается. Неудивительно, что там постоянно вспыхивают разные эпидемии и люди болеют всем, чем только можно. С едой дела тоже обстоят не очень. Ввиду огромного количества заключенных, кормить каждого по отдельности, да еще и несколько раз за день было бы невыгодно. Вот заключенных и кормят всего один раз в день. Тарелкой риса и какой-нибудь незамысловатой похлебкой. Людям хотя бы присылают еду родственники, живущие неподалеку. Таким образом, с некоторой несправедливостью все же можно бороться. Ну как быть, если тебя отправили на отдельный от цивилизации остров? Именно таким вопросом задаются все, кого направили отбывать срок в тюрьме под названием Алькатрас. Там содержались одни из самых опасных преступников за всю историю США. Те, о ком вы непримерно слышали. Например, гангстер Алькапоне. Тюрьма Алькатрас расположилась на одноименном острове в заливе Сан-Франциско в США. Со всех сторон этот остров окружен бушующими водами и обдувается суровыми ветрами. Из-за чего даже если один человек сбежал бы из тюрьмы и прыгнул в воду, у него было бы мало шансов на спасение. Но местным охранникам было мало того, что у заключенных нет шанса на спасение. Они, как говорят разные источники, нередко издевались над преступниками, ущемляя их права и напоминая им о безысходности. Власти рассматривали тюрьму Алькатрас как место, где самые агрессивные заключенные могли научиться следовать правилам. Пускай не самыми гуманными методами, но все же, обычно в таком отстраненном месте находилось до 300 человек, что делало присмотры за ними гораздо проще. Но несмотря на это попытки побега все же были, почти все они ничем хорошим не заканчивались. Тела людей находили на ближайших берегах. Ну а чего вы ожидали от попытки сбежать с отдельного острова, находящегося посреди бушующего океана? Хотя у меня есть для вас и несколько историй удачных побегов. В тюремной камере заключенный отсчитывает секунды, в течение которых ему удается удерживаться в сложном положении, подтянувшись к верхнему ярусу кровати. Казалось бы, это всего лишь обычное, хоть и трудное упражнение, чтобы не растерять форму в заключении. Но не все так просто. На самом деле это подготовка к побегу. В свободное от тренировок время заключенный работает в цеху по производству автомобильных номеров. Время от времени заключенный портит номера и складывает их в секретное место. Они ему еще пригодятся. Когда наступает день Икс, он выходит на задний двор с кучей накопленных автомобильных номеров, скрепленных между собой. Воспользовавшись моментом, заключенный цепляется к днищу фургона и закрывает себя полотном из номерных знаков. Никто ничего не заподозрил, заключенный покидает зону. А те секунды, что он отчитывал в начале, были временем, которое заключенному было необходимо продержаться под фургоном до его выезда из зоны. На самом деле, этот побег – это часть сюжета сериала «Короли побега». Но не спешите с выводами. История знает похожие случаи побегов. И в этом плане еще никто не переплюнул французского преступника Джулиана Шоттерда. За день до своего побега Шоттерд был приговорен к семи годам тюремного заключения. Его обвиняли в двух поджогах. Суд установил, что поджигатель будет отбывать срок в Северном Лондоне. В тот момент, когда осужденные в строгом порядке покидали фургон, на котором их завезли на территорию исправительного учреждения, французу удалось спрятаться позади фургона. Воспользовавшись тем, что конвой был занят заключенными, которые стояли впереди колонны, Шоттерд зацепился за днище фургона, который уже в следующую минуту вывез его с территории тюрьмы. Вероятно, это был самый быстрый побег в истории. Более того, исчезновения преступника никто не заметил. Пропажу обнаружили только спустя семь часов после побега. Но на тот момент Джулиан уже скрылся. Полиция искала его три дня, но в итоге Шоттерд сам им сдался, так как ему надоело постоянно находиться в напряжении и бояться каждого шороха. Правда, добровольную сдачу никто не оценил, и французу накинули еще несколько ряд сверху. Кап Чой Бока Сбежать с территории тюрьмы – это одно. Совсем другое устроить побег прямо из камеры. Можно попробовать подкупить охранника. Можно прокопать туннель, а можно сбежать прямо через дверь. Это кажется нереальным, но Кап Чой Бока доказал, что это не так. Этот корейский йог дважды сбегал из тюрьмы с помощью своего гибкого тела. 50-летний рецидивист отбывал свое наказание в колонии строгого режима. В отношении него были предприняты самые серьезные меры безопасности. Казалось, что сбежать было невозможно, но Кап нашел лазейку. Каким-то чудом он умудрился протиснуться в окошко для приема пищи. По размеру отверстие составляло лишь 15 на 45 сантиметров. Но кореец все же смог через него пролезть. Дарья он незаметно проскользнул по тюремному коридору и сумел выбраться за пределы колонии. Когда пропажу обнаружили, гибкий йог уже был в недосягаемости. Спустя несколько дней опасного преступника все же поймали. С тех пор за ним следят в два раза больше глаз. Теперь он всегда передвигается в сопровождении. А наблюдение за ним круглосуточное. Окошко для приема пищи в его камере сделали поменьше. На всякий случай. И все же к большинству побегов нужно тщательно готовиться, а не надеяться на свое гибкое тело. Например, следующие ребята из этой подборки, Дэвид Свит и Ричард Мэтт, потратили на это несколько месяцев. Их осудили в 2015 году и посадили в тюрьму строгого режима. Но задерживаться там они не планировали. Одним утром надзиратели недосчитались в камере два их заключенных. Как оказалось, позже арестанты сбежали через длинный тоннель, заканчивающийся в 150 метрах за тюремными стенами. Чтобы прорыть путь к свободе, преступникам пришлось в течение нескольких месяцев работать столовыми ложками. Работа заняла бы больше времени, но, к счастью для преступников, часть тоннеля уже существовала, что облегчило им задачу. Но одних ложек для воплощения плана оказалось недостаточно. Заключенным также потребовалась ножовка, которую они взяли у тюремного портного. Через время тот признался, что инструмент получил контрабандой с воли. Ножовка находилась внутри замороженного мяса для гамбургеров. В любом случае, конец у этой истории не лучший для преступников. Проведя крупномасштабную поисковую операцию, полицейские вышли на их след. Один из беглецов был застрелен пограничниками, а второй вернулся в камеру. Эта история стала основой для сериала «Побег из тюрьмы» Данемора. Эль Чапо Самый известный наркобарон современности Хаакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль Чапо сбегал из тюрьм несколько раз. Первый его побег состоялся в 2001-м и ничем особым не выделялся. Мексиканец сбежал из тюрьмы, спрятавшись в тележке с грязным бельем и предварительно подкупив охранников. Но во второй раз все было куда эпичнее. Хаакина арестовали в 2014-м, но уже в 2015-м он совершил побег из-за особо охраняемой тюрьмы в Мексике. Он сбежал из камеры через дыру в полу душевой кабинки, которая вела в длинный туннель на глубине 20 метров. Причем это был не просто какой-то проход. Полуторакилометровый туннель оснастили вентиляции и даже освещением. Туннель вел к выходу на строительную площадку. Там Эль Чапо выбрался на свободу и сбежал от преследования. Само собой, такой крупный преступник не провел все это время в одиночку. Врытье туннеля ему помогало много людей, да и охранников снова пришлось подкупить. По некоторым данным, побег стоил Хаакину 50 миллионов долларов. Но Эль Чапо не пробыл на свободе долго. Уже в начале 2016-го его снова поймали. Арестовали и приговорили к пожизненному сроку в самой охраняемой тюрьме мира. Сбежать из тюрьмы по длинному туннелю это, конечно, дерзко. Но куда более дерзкие побеги совершал француз Паскаль Пайе. В 99-м году его поймали и арестовали за ограбление банка. Паскаль и его сообщника приговорили к 30 годам за решеткой. Но в тюрьме Пайе просидел лишь два года. В 2001-м он совершил свой первый побег на вертолете. Вместе с сокамерником они угнали вертолет, который был припаркован на тюремной крыше. Правда, долго на свободе беглецы не пробыли. Вскоре их снова поймали и приговорили к сроку. Но и второй срок Паскаль не отмотал от звонка до звонка. Уже через полтора года он сбежал снова и снова использовал вертолет. На этот раз ему помогали трое вооруженных заключенных. Три недели спустя Пайе снова задержали. За двойной побег Паскалю накинули еще несколько лет и усложнили условия пребывания в тюрьме, чтобы он не смог вновь сбежать. Но неусиленная охрана, ни меры безопасности не помогли надолго задержать Пайе за решеткой. На день взятия Бастили он совершил свой исторический третий побег. И что бы вы думали, он опять свалил на вертушке. В этом ему помогли товарищи, которые угнали вертолет. Приземлились на крыше тюрьмы и забрали заключенного. Сложно вспомнить более дерзкий побег, чем этот. Впрочем, на третьем побеге все закончилось. Пайе в очередной раз арестовали. С тех пор в целях безопасности не сообщается, в какой тюрьме содержится Пайе, чтобы к нему не прилетел очередной вертолет. Техасская семерка 13 декабря 2000 года из техасской тюрьмы сбежали семеро особо опасных заключенных, которых впоследствии прозвали Техасской семеркой. У них были огромные сроки. Кто-то должен был сидеть 30 лет, кто-то 50, а кто-то вообще пожизненно. Но никому из них не хотелось торчать за решеткой, поэтому они придумали очень сложный план побега. Одним утром им удалось скрутить 11 вольно-наемных работников тюрьмы и переодиться в их одежду. Затем они передали по рации, что являются часовщиками, и пришли ремонтировать охранные телекамеры. Они отобрали у охранников 14 единиц оружия, а затем беспрепятственно вышли наружу, нажав лишь одну кнопку, открывающую механизированные ворота. У стен тюрьмы их поджидал автомобиль, в нем был сообщник с воли. Когда тюремные власти бросились на поиски беглецов, те уже были очень далеко. Вскоре в окрестностях местного городка был найден пикап, на котором они передвигались, но криминалисты не нашли в нем ни одной зацепки. Спустя два дня после побега преступники ограбили магазин электротоваров. Беглецы обзавелись рациями, чтобы прослушивать полицейскую волну. Вдобавок, они решили обокрасть магазин спорттоваров. Однако во время ограбления их спалил прохожий, который сообщил обо всем в полицию. Преступникам удалось сбежать и на этот раз. В итоге техасская семерка стала самой разыскиваемой в Америке, а вся полиция США была поднята по тревоге. Лишь спустя несколько месяцев беглецы были найдены в штате Колорадо. Один из них, не жалея сдаваться полиции, наложил на себя руки. Остальных поймали, арестовали и приговорили к казням. Побег из тюрьмы Мэйс. Никогда тюрьма Мэйс считалась самой надежной и защищенной в Северной Ирландии, а также одной из самых надежных во всей Европе. Однако, все изменилось, когда в нее попали военные ирландские республиканские армии, которых осудили за серьезные преступления в период гражданского конфликта в Ирландии. 25 сентября 1983 года 38 заключенных, сговорившись, сбежали из тюремного блока и взяли штурмом пост охраны. Охранников взяли в заложники. И за 20 минут заключенные установили полный контроль над тюремным блоком, но им пришлось ждать транспорта. Вскоре прибыл грузовик с продуктами, на котором заключенные планировали выехать из тюрьмы. Водители и еще одного охранника взяли в заложники, и заключенные забрались в грузовик, прихватив с собой униформу охранников и оружие. У главных ворот тюрьмы заключенные захватили еще нескольких заложников. После побега сообщники разбежались по разным сторонам. В результате побега один из преступников умер от сердечного приступа. Еще 20 получили ранения, включая двоих, которые были ранены выстрелами. Побег из тюрьмы Мэйс стал самым крупным в истории Великобритании. Правда, для большинства беглецов все закончилось плохо. Их поймали и вернули обратно за решетку. Других укрыли члены ирландской республиканской армии. И напоследок расскажу вам об одном из самых необычных и умных побегов за всю историю. Его совершил очередной француз. Кажется, в этой стране знают, как сбежать из-под стража. Имя заключенного неизвестно, но это не так важно. Важно, что свой план он начал разрабатывать за пределами камеры. Он тренировался в беге. И в какой-то момент сумел завоевать титул чемпиона побегу в своем исправительном учреждении. К тому моменту, как он отсидел половину своего шестилетнего срока, он пользовался большим уважением среди администрации тюрьмы, как выдающийся спортсмен. Он уговорил администрацию разрешить ему поучаствовать в открытом марафоне в окрестностях города Нанси. Стартовал заключенный со всеми, но к финишу так и не пришел. Как оказалось, он сбежал прямо посреди дистанции. Примерно на 20-м километре бегун затерялся в толпе и сошел с трассы. После чего сбежал в неизвестном направлении. Леонид Грейсер. Мужчина, заключенный за расправу над собственной сестрой. Люди на видео дежурили вокруг него в ожидании суда, но тут Леониду пришла просто гениальная идея. Он решил выбраться из клетки прямо здесь и сейчас, не дожидаясь момента, когда служители закона перестанут за ним наблюдать. Первая попытка заключалась в том, чтобы пролезть в эту дырку. Обычно через нее надевают или снимают наручники с правонарушителя, но Грейсер подумал, что в случае с ним пролезут не только руки, но и вообще все его конечности. Разумеется, со стороны это смотрелось крайне забавно. Полицейские стояли снаружи и наблюдали за этим цирком, а преступник продолжал пытаться выбраться. Осознав тот факт, что подобная тактика ни до чего хорошего не доведет, он начал лезть наверх, туда, где полицейские могли его не достать. Но тут парня подвела его скорость. Не успел он проползти куда-то в сторону вентиляционной трубы, как его за ногу схватил охранник и удерживал до тех пор, пока не прибыла подмога. Как вы понимаете, побег не удался, хотя успех и был так близок. Как ни крути, спущенные штамми и угрозы использования электрошокера сделали свое дело. Преступник вернулся на свое место в клетку и был закован в наручники. Ну а теперь давайте посмотрим на реальные побеги. Прямо сейчас Алькатраса одна из самых известных тюрем на всей планете. Когда она действовала, то она была одной из самых защищенных. Один факт того, что она находится на отдельном острове, снижает шансы на побег до минимума. Ближайшая суша лишь в нескольких километрах от тюрьмы. А если учесть аномально низкую температуру воды, волны и прочие сопутствующие проблемы, то попытку сбежать можно приравнять к самоубийству. Но несмотря на это, история может нам кое-что рассказать. В 1962 году группа из нескольких человек осмирилась сделать невозможное. Фрэнкли Моррис был известен своим острым умом и способностью к планированию. Он обожал анализировать и имел в этом довольно приличный успех. Уже в 11 лет мальчик-осиротелый был вынужден оказаться в приемной семье. Годы проживания в ней научили его самостоятельности, ответственности и независимости. Может показаться, что это сыграло ему лишь на руку, но, к сожалению, все было не так. В 13 лет его осудили за его первое нарушение закона. Когда он стал старше, он продолжил свою незаконную деятельность и отбывал сроки в тюрьмах разных штатов. Фрэнку даже удалось совершить побег, когда он отбывал 10 лет за ограбление банка. Но не прошло и года, как Фрэнка вновь поймали и решили отправить в Алькатрас туда, откуда уж точно было не сбежать. Братья Энглины – Джон и Кларенс, двое других участников группы. Также с ними был последний преступник по имени Алан Уэст, обычный сокамерник, которому посчастливилось присоединиться к довольно многообещающей команде. Состав был укомплектован, а значит было самое время придумывать план побега и приступать к его реализации. В обсуждении задумки участвовали все. Камеры мужчин находились по соседству, и они могли круглые сутки обмениваться идеями. Кроме того, им улыбнулась удача и в другом моменте. В те дни Алькатрас был не только тюрьмой, но и фабрикой. Заключенные работали на предприятии, и им для этого предоставлялся ряд материалов. У команды из четырех человек было еще одно преимущество. Из-за совершенных ими преступлений за ними было менее пристальное внимание со стороны охранников. Это позволило им иметь больше свободы действий. Таким образом, они постепенно собирали материалы для создания похожих на себя манекенов. План был прост – положить манекены под одеяло для того, чтобы служители закона не сразу догадались о побеге. Второй пункт, который был обязателен к осуществлению – это создание выхода из своей камеры. Единственным вариантом это сделать было разрушение стены. А поскольку оно не могло быть беззвучным, преступники занимались этим лишь тогда, когда один из них отвлекал охранников своими звуками игры на музыкальном инструменте. Удивительно, но все члены группы успели прорыть проход идеально ко дню побега. Наступил день Икс. В камерах заключенных погас свет. Они положили на свои кровати реквизиты, созданные грубо, но эффективно из мыльного воска, туалетной бумаги и настоящих человеческих волос, собранных с пола парикмахерской тюрьмы, и полезли в потайные дырки. Моррис и братья Энглены без труда выскользнули из своих камер. А у Алана Уэста это сделать не получилось. Мужчина ошибся в расчетах и не пролез в дыру. Единогласным решением было принято, что его нужно бросить. Остальные участники побега пересекли более 30 метров крыши, чтобы начать спуск. Трое мужчин спустились вниз по трубам со стороны здания и добрались до земли. Они спрыгнули рядом с душевыми и тихо пробрались мимо охранников. Дошли до берега, надули плод и больше их никто никогда не видел. Алан начал сотрудничать с властями, а мнения насчет побега разделились. Кто-то был уверен, что троица так и не выжила, в то время как другие верили в их успех. Тем не менее, спустя десятки лет всех шокировало сообщение Джона Энглена. В нем говорилось, что всем трем преступникам все-таки удалось сбежать. С этим разобрались, но у меня есть для вас загадка. Как думаете, сколько лет было самому опасному заключенному в истории? Начнем с преступника, который установил необычный рекорд. Он стал самым молодым преступником в истории, которому дали пожизненное заключение. Как думаете, сколько ему лет? 16, 14 или может 12? На самом деле еще меньше. На тот момент ему было всего 11 лет. Жутко даже представить, что нужно сделать, чтобы получить пожизненное в таком возрасте. Джордан Браун, так зовут этого человека, совершил преступление в 2009 году. Он захотел расправиться со своей мачехой и сделал это достаточно жестоким способом, пока та спала. После этого Браун поехал в школу. Тогда он учился в пятом классе. Совершить преступление и отправиться на уроки уже звучит дико, правда? Избежать наказания он не смог. В таком возрасте никто не умеет заметать следы, да и улики были очевидные. Брауна арестовали, и суд решил судить его как совершеннолетнего из-за серьезности преступления. Именно поэтому он получил пожизненный срок. Правда, ему удалось выйти на свободу. Браун отсидел 9 лет, и в 2018 его освободили. На удивление, суд все-таки не смог найти всех доказательств причастности Брауна к преступлению. Хотя полицейские арестовавшие его уверены, что именно он совершил преступление. Возможно, действительно произошла какая-то ошибка, и мы не знаем всех подробностей преступления. Может, Браун действительно не виновен? Но этого точно нельзя сказать про Мэри Белл, девочку, которую часто называют самым опасным ребенком в истории. Она родилась в 1957 в семье психически больной женщины по имени Бетти Белл. Бетти ужасно обращалась с Мэри и другими своими детьми с самого детства. Доходило даже до того, что ее мать пыталась избавиться от Мэри, обставив все это как несчастный случай. Это наложило отпечаток на психике Мэри, и к 10 годам она стала не менее опасной, чем ее мать. В 1968 году из-за нее не стало двух маленьких детей. В одном из преступлений ей помогла Норма, ее соседка. Правда, вскрылась очень быстро, и Мэри, и Норме было предъявлено обвинение в двух убийствах. В декабре 1968 года Мэри Белл была признана виновной в двух убийствах со смягчающим обстоятельством по причине ограниченной ответственности. В итоге Мэри была приговорена к бессрочному заключению. Правда, она не встретила свою смерть за решеткой. Она отсидела лишь 12 лет, и в 1980-м вышла из тюрьмы. И чтобы она могла начать жизнь с чистого ареста, ей были выданы документы на новое имя, а также предоставлена полная анонимность. Редко бывает, чтобы детей, даже очень опасных, закрывали в тюрьме на долгое время. Да и вообще не так часто увидишь новости, в которых детей арестовывают и сажают в тюрьму. То же самое можно сказать про очень старых людей. По разным причинам к ним относятся снисходительной, не дают им большие сроки. Но бывают и исключения, как в случае человека по имени Бридж Бихари Пандей. Просто представьте, он вышел из тюрьмы в 108 лет. Единицы людей доживают до такого возраста, но чтобы такие долгожители были еще и в тюрьме, это что-то новенькое. Самого Бриджа арестовали в 1987 году. Не буду вдаваться в подробности. Просто скажу, что преступление было на почве зависти и очень жестокое. Разбирательства длились очень долго. Процесс затянулся на 20 с лишним лет. И лишь в 2009 году Пандея приговорили к пожизненному заключению. На тот момент ему было 106 лет, но отсидел он всего пару лет. Его здоровье начало стремительно ухудшаться, и суд разумно решил отпустить старика. Пусть и совершившего преступление давным-давно. В любом случае, он Бриджа ничего не сделал. Из зала суда хилого Пандея выносили на руках. Он был совершенно без сил. Скорее всего, он скончался вскоре после освобождения. Спасибо за просмотр. Напишите, что вас впечатлило больше всего. Лайк и подписка.